Друзья мои, всем пламенный привет из Курского. Сегодня мокрого края. Наконец-то у нас дождик прошел. Таня вышла посмотреть. Девчонки, все мокрое, все такое сырое. Яблоки нагнулись после дождя, аж по голове стучат. Надо поднимать веточки. Ну, я пойду дальше, девчонки. Это мои баклажаны. Скажу вам честно, ходить трудно. Нога прям грузнит, грузнит нога и все. Дальше не пойду. Помидоры снова как лес. Ой, Таня, ты ж только их прорежала. Я, девчонки, и листики у них обрезаю, и полулистики оставляю, как насмотрелось у хороших умных людей. Ну, ничего. Уже белеют некоторые помидорки, значит, скоро будут. Но моя задача сегодня капусту посмотреть. И я уже срезала, девочки, ту, которая отрезкается. Нож мой молодец на месте. Та, которая отрезкается, девчонки, срезала, потому что дождь делал свое гадкое дело. Идем дальше. Так, ребята, а вот это, то, что укрыто, конечно, видите, не сильно промочилось перчик. Ну, ничего, Таня лучше польет фарычок его, зато душа моя спокойна, что солнце не пожжет плоды. Так, так, а вот это безобразие, девчата, хожу, каждый раз после ветра и дождя прижимаю вот эти клипсы. Кстати, клипсы эти хорошие. Я покупала в запас еще в фикс прайсе беленькие, девчонки, те на миллиметр. Видимо, уже, и все, так и лежат они у меня без надобности. Да еще одна, что ты будешь делать? Таня, делай зарядку. Опа, нагинайся. Вот такая канитель. Ветер у нас часто, поэтому постоянно лажу, зажимаю вот эти клипсы. Ну, главное, что? Главное, что перчик есть. Это радует девчонки. Ой, такая вот наша жизнь. Идем теперь смотреть огурцы. Девочки, огурцы, скажу вам прямо, много уже огурчиков, но еще ничего не закрывала. Собираю каждое утро Витя с собой на целую бригаду. Пусть ребята поедят. Ребята там у него курские, которые, как говорится, в квартирах живут. Им хочется домашненького. Поэтому пока еще не закрывала. Ну, и теперь пока тоже не буду. Посмотрю, что будет после дождя. Может, массивно будут расти. Да, вот это вот уже как обяка. Листики начинают портиться. Ой, девчонки. Теперь душа заболит за огурцей. Завязи много. Это вот хороший сорт Кураж. Он не перерастает. Даже там, если не выйдет один день-два, то они в такой же форме и будут. Поправляю, девочки, сама усы. Обрываю без жалости. Не даю усам расти. Поправляю сама, как мне хочется. Куда нужно, туда по сетке их и направляю. Ну, уже подрастают. Уже чуть выше моего роста даже некоторые. Так что вот такие вот у меня хлопоты утренние. Но сыро. Очень сыро, девчонки. Даже чуть не упало. Не стала уже вам показывать. Прямо как нырнула носом. Думала, огурцы за собой потяну. Много внутри. Надо, конечно, листочки некоторые срывать, прорежать. А лук, посмотрите, лук уже лежит. Ну, тоже, девчонки, сыро. Пока не буду его трогать. Подруга моя, Оленька, выбрала уже лучок. А я подожду сухих солнечных дней. Опять вижу листочек. Да что ты будешь делать? Девочки, нету. Тани, теперь прям проблема. Только пошли вот такая, как обяка. Да. Нальвем сейчас, девочки, с вами лука. Морковку и чеснок накопаю лопатой. Пойдусь, бегаю за лопатой. Какой есть весь наш, девчата. Вот такой лучок. Ну, я думаю, хороший. Все-таки в том году у меня лук был хуже. Это я даже помню сама. Вот так достаточно нам будет на сегодняшний обед. А бурьян полез, не дай бог, после дождя. Ну, такова жизнь. Такое каждый год. Все, девчонки, я дома набрала овощей. Будем сегодня готовить вкусный обед. Вчера я затарилась фаршиком. Морковочка, лучок, чесночок. Что бог послал, как говорится. И то, что Таня вырастила. Разный урожай, ничего не скажу. Я весь подряд нафуговала, какой попался лук. И сухой, и еще зеленым хвостиком чесночок копнула. Так что все хорошо. Главное, теперь его почистить. Но, видите, девочки, его еще штуки рано, я думаю, выбирать. Он еще чистится. Вот слазит с него шкурочка. А это не есть хорошо, как говорится. Вот, видите, ну что, это рано совсем. Он еще голенький. Поэтому Таня немножко подождет. Я не думаю, что он врастет корнями. Будет все нормально. Так, начинаем трудиться, мои хорошие. Начистила. Вот так у меня получилось. Все хорошо. Так, друзья мои, покажу вам капусту. Какую я срезала. Сама вырастила, девчонки. Вот 4 кочана. Ну, если честно, 3 кочана, а 4 кочанчик. Отчего я срезала, девчонки? Тоже начал трескаться. Это я его уже обмолотила, как говорится. Обобрала там, где была трещина. Что Таня сейчас делает? Наметила большие планы. Короче, вот эти две я оставляю на салат. Ведь и с собой завтра. А вот эти малюточку и большой. Девчонки, измельчу, сделаю котлетки с капустой. Так часто делаю. И вам советую. Сочные. Ну, и капуста не пропадет. Вот фарш, который покупали мы с Олей вчера. Ну, конечно, немножко жирноватенький, девчонки. Ну, куда деваться. Цена такого фарша килограмм 315 рублей. Мы так попали. Не знаю другие цены. Здесь она мне взвесила, девочка, там продавщица, кило 800. Говорит, добавить до двух. И мне не надо, хватит. Почему я, девчонки, сейчас сюда добавлю, как положено, разные ингредиенты. Это мы вот так разделим пополам строго. Одни полуфабрикаты будут у меня с рисом и с морковкой и с капустой. То есть, как ленивые голубцы, только в форме котлеток. А то, что останется, девочки, сделаю традиционные котлетки. Картошка у меня есть. Тоже немножко морковочки добавлю туда. Ну, и для связи, наверное, сыпану или манки, или осяные хлопья. Я еще не решила. У меня сюда получается потом много. И вот из такого набора продуктов, главное, из такого маленького количества фарша, получится хорошие полуфабрикаты. Переколбасила, девочки, я уже лук, чеснок, потолкнула морковочкой. Сейчас эту массу, девчонки, тоже разделим вот так пополам, чтобы попал чесночок и лучок в две порции наших полуфабрикатов. Ну, капуста ничего, девчонки. Я, вы знаете, не хотела солить раннюю, но она еще и удалась. Ну, потому что начала трескаться, приходится Тане пускать ее в дело. Капусту, девочки, тоже сейчас на мясорубке. Вот сюда мелкими кусочками буду посыпать и измельчу. Никаким ножом я не собираюсь работать. А у нас дождь. Целый день дождь полил. Сейчас Таня откроет окошко. О, девочки, видна моя клумба. Пускай заходит свежий воздух и слышно вам шум дождя. Все, а мы работаем дома. Друзья мои, чтобы не были голословные, показываю вам, как измельчилась капуста на мясорубку. Очень, конечно, много сока, но еще даю совет, пробивайте, конечно, чередуйте морковочкой, чтобы не забивалась мясорубка. Вот последнюю тоже морковочку я прогнала. Сок нам будет в помощь, девчонки, они будут такие сочные. Если что, я лучше добавлю что-нибудь или крахмальчика, ну, может быть, манки. Хотя и будет рис. Рис я всегда сырой добавляю. Если, конечно, совсем жидко, здесь же и лучок дал сок, и капустка, то добавлю что-нибудь для связки. Может, муки. Покажу, похвалюсь капустой. Мама, приезжай, капуста у Тани еще есть, 6 кочанов, могу угостить. Тугенькая и очень сочная. Я когда девочки сейчас измельчала, попробовала, прям сладкая. О, боялась я, что будет она пустая. Нет, все отлично. Ну, конечно, панель у меня закапана тут, девчонки, водой. Ничего, творческий процесс, он предусматривает творческое безобразие. Работаем дальше. Так, девчонки, второе блюдо. Смотрите, добавила я беленький хлебушек, батончик, картошку измельчила. Тоже много сока, потому что лучок и картошка дают сок. Ничего страшного, девчонки. Моя цель, чтобы было побольше и посытнее. Что получится, в итоге я вам покажу. Итак, друзья мои, что-то не получилось. Смотрите, вот это с картошкой. Не жидкая абсолютно. Я добавила сюда, девчонки, кроме батона, еще. И немножечко мелких-мелких овсяных хлопьев. Вот если видно вам, как бы так зацепить, показать. О, спокусируйся. Мелкого помола. Девочки, кто-то скажет, здесь мяса совсем мало. А как вы хотели? В наше время, как можешь, так и вертишься. Прошли те времена, когда у нас были свои поросята. Теперь мы экономим мясушко для вкуса. Все остальное овощи. Не зря же я их растила. Итак, это с картошкой. Это, девочки, так ложку опускаем. Это с капустой. Тоже, смотрите, не жидкая, девчонки. Сюда я уже не стала ничего особенно добавлять. Без обмана говорю. Добавила без горки 4 ложки муки. Но она сейчас еще постоит. Мука, она всегда скрепляет. Все, у меня уже здесь есть все. Соль. Тут я добавляла сюда в эту хмели-сунели. Два яйца. И сюда яйца добавляла. Сюда, девчонки, не стало никакой приправы. Не знаю, захотелось просто обычных котлет. Для чего, девчонки, я вам это рассказываю? Вот так Таня, как говорится, из ничего должна сделать пулю. Потому что мяса у меня мало. Как вы помните, было всего лишь 1,8 кг. А сделать нужно заготовок побольше. Потому что все хотят поесть сытно. Но овощей у нас хоть отбавляй. Сейчас мы с вами это дело все взвесим. Сколько уж у нас получилось из 1,8 кг мяса почти уже полуфабрикатов. Уже потом как буду их лепить, фасовать. Долго рассуждать не буду, девочки. Пока они будут состоять у нас тут дружиться. У нас есть с вами минутка. Поэтому давайте попробуем. Включаю весы, девчонки. Ну, примерно будем сбрасывать 200 грамм на тару. Правильно? Потому что тара все-таки тоже вес имеет. Итак, пробуем. Сначала с картошкой. Так, подвился. Посмотрите. Почти 3 кг. Девчонки, кто-то скажет. Ну, Таня, ты девчата. Это будет очень вкусно. Поверьте мне, овощи заменят все. Мясо есть и хорошо. Но зато Таня будет спокойно, что неделя, то и две. Есть, что покушать моим мальчикам. Так, сейчас отставляем. Было у меня, получается, фарша. 900 грамм. Даже не было килограмма. В одной и в другой порции. Так, тут плохо вам видно. Сейчас как-нибудь поставлю. Ложку уберу. Ну, если минус 200 грамм, 3,5 килограмма. Ну, капуста, ну, конечно, тяжелая, сочная. Девчонки, как-то так. Не мясные. Ой, конечно, котлеты не мясные. Но вкусные, домашние. И, скажем, прямо от души сделанные. Что ж, Таня, лучок потерялся. Вот, мои дорогие, экономика должна быть экономной. А любая женщина должна быть волшебницей. Так что сейчас пускай постоит, пока я перемою посуду. И будем все это фасовать на полуфабрикаты. Конечно, разные формы, девчонки. Эти сделаю кругленькие. А эти сделаю длинненькие, чтобы отличать капусту от картошки. Ой, вольно выдумки хитра. Девочки, жизнь такая настала. Я помню, в 90-е годы мама еще не то творила. Да, мама? Чтобы прокормить семью, где были мужчины, которые всегда хотят кушать. Вот так вот они получились. На два ужина, на две сковородки с картошкой. И даже больше с капустой. Ох! Девчонки большие, но у него жарится. Я уже своим напробу мальчиком поджарила. Отлично. Так что, делаем вывод. Овощи спасут нас от голода. Накормим семью всегда. Это те, которые не влезли у меня, девчонки, в морозилку. На пробу. Вот эти две длинненькие. Это с рисом, с капустой. А кругленькие получаются с картошкой. Девчонки. Дальше. Продолжение следует...